23 июля в самый разгар лета дачники отмечают праздник, который пока не получил широкой известности, но потенциал к его популярности в нашей стране огромен. Дача – национальное явление, такое же неотъемлемое для российской действительности, как и блины на масленицу или салат оливье на Новый год. Можно практически совсем ничего не делать и жить на своих сотках среди сорняков, как в лесу. Но уж без цветочков участок будет совсем унылым местом. Сейчас можно с легкостью добиться небывалой красоты на своем дачном участке, потому что всего много в магазинах – удобрения, почвы, семена. Но для многих в этом и заключается проблема – не зная, что выбрать. Купил семена – на картинке красиво, а на практике не растут или не цветут или выглядят некрасиво. Ведь для того, чтобы подчеркнуть красоту цветка, нужно посадить что-то рядом или наоборот – это одиночный цветок, и рядом лучше ничего не сажать. В саду возникает еще одна проблема – нужно подобрать цветы так, чтобы они цвели все лето, а не так, чтобы весной было пусто, а потом густо или наоборот. Не меньше проблем возникает с выбором почвы, удобрений, кашпо и так далее. Библиотека номер 18 предлагает подборку книг, из которых можно узнать, как, потратив минимум денег и времени, получить хороший результат сразу же, а не через пять лет, когда уже наступишь на все грабли и научишься на своих же ошибках. Итак, создание гармоничного цветника – это настоящее искусство. Книга, Ирины Бочковой «Создаем красивый цветник» является самым полным практическим руководством по созданию цветников. Вы научитесь всему – от подсчета необходимого количества посадочного материала до переноса плана цветника на местность. Автор книги Ирина Юрьевна Бочкова – кандидат сельскохозяйственных наук. Доцент кафедры декоративного растеневодства и физиологии растений МГТУ имени Баумана. Шаг за шагом она проведет вас по ступеням мастерства. Пользуясь советами талантливого педагога, цветовода-практика с многолетним опытом, вы через короткое время станете мастером составления цветников. Книга великолепно иллюстрирована, содержит уникальный справочный материал. Благодаря полноте содержания и яркому образному языку она, безусловно, станет настольной как для специалистов в области цветоводства, так и для всех любителей растений. Еще одно руководство к действию – это книга Елены Константиновой «Практика создания цветников». На примерах собственных реализованных проектов автор последовательно рассказывает обо всех этапах работы – создание проекта, подбор и нормы высадки растений, технологии устройства композиции, дальнейший уход за цветником. Большое внимание уделено принципам подбора растений и управлению декоративностью цветника в течение всего сезона. Уникальность книги в том, что в ней автор приводит множество конкретных примеров цветников со схемами, перечнем использованных растений и фотографиями, сделанными в разное время года, а также таблицы лучших сочетаний растений для солнечных, теневых участков и пейзажных цветников. Елена Константинова является известным и весьма успешным ландшафтным дизайнером. За свою многолетнюю практику она создала не один десяток роскошных садов и цветников и теперь профессионал садовод делится всем накопленным опытом, раскрывает секреты и дает полезные рекомендации еще в одной книге «Цветники и садовые композиции». На страницах вы найдете красивые и уникальные иллюстрации садов, копии которых могут быть и у вас на участке. Да, цветники, как хорошо известно, требуют постоянного внимания и работы, а с возрастом ухаживать за ними становится все труднее. Как же вырастить сад, цветущий с весны до поздней осени, тратя минимум времени на уход за ним? Из каких растений сколотить зеленый забор, который бы надежно защищал участок и оставался декоративным круглый год? Какие растения нужно сажать с южной стороны построек, а какие с северной, а какие не стоит сажать вообще? Обо всем этом вы узнаете из книги «Цветники для ленивых» популярного автора-садовода-любителя с 55-летним стажем Галиной Александровной Кизимой. Опытная дачница за коды работы на своем участке выработала новую методику ухода за садом, позволяющую стать разумно ленивым садоводом и заниматься любимым хобби в любом возрасте, удивляя всех отличными результатами. Садоводы-любители непременно оценят это издание, после которого даже новичок сможет подобрать растения, распределить их и создать собственный цветник, миксбордер, робатку или ракарий. Имеется много ярких и показательных иллюстраций. Повествование идет простым языком, но при этом чувствуется многолетний опыт автора. Она дает полезные рекомендации по поводу освещения, места посадки, увеличения плодородности почвы, влажности и т.д. Автор советует разумно распоряжаться бюджетом и беречь свои силы при создании цветущего шедевра. В мире флоры существует огромное количество цветочных растений, которые украшают парки, скверы наших городов, клумбы сельских усадеб и дач. Многие из этих растений широко известны и легко узнаваемы. Но разнообразие мировой флоры столь велико, что у коллекционеров можно встретить еще мало распространенные растения, которые благодаря своей привлекательности и необычным характеристикам заслуживают того, чтобы занять достойное место в наших цветниках. С помощью многолетних растений-гигантов можно реализовать самые фантастические мечты садоводов и цветоводов по преобразованию современных садов. Такие растения помогают изменить пространство сада, поменять его объем на протяжении одного вегетационного периода, создавать композиции, отличающиеся по фактуре, цвету и настроению. А если учесть сроки весеннего пробуждения растений и скорость их дальнейшего роста, то в одном миксбордере или по периметру сада можно удачно совместить большой ассортимент совершенно разных растений, от гигантов до самых маленьких. При правильном подборе места для каждого экземпляра можно создать композиции, вызывающие неизменное восхищение. Растения-гиганты в цветниках играют роль высоких акцентов и всегда привлекают внимание. Они прекрасно подойдут к заднему плану миксбордера, где будут выступать как плотный зеленый фон, а если имеют еще и крупные цветы, то только добавят шарм и неповторимое очарование цветнику. Книгу о гигантских многолетниках Светланы Ворониной без сомнений можно назвать уникальной. Она посвящена самым мощным высокорослым декоративным садовым травянистым растением. Выразительный облик и высокий декоративный потенциал этих садовых многолетников вызывают живой интерес у садоводов, а благодаря такой книге появится возможность познакомиться со всем их многообразием и выбрать подходящие растения для условий своего участка. В книге приведен широкий ассортимент многолетников-гигантов, их видов и популярных сортов. Описаны их декоративные качества, рассказано об агротехнике, защите от болезней и вредителей в способах размножения. В книге вы найдете примеры использования этих великолепных растений в дизайне сада. Ведь они очень хорошо разделяют сад на отдельные зоны и четко обозначают их границы. Такие растения спасают композицию, если в саду имеются места не очень красивые, например, компостные кучи, туалет, подсобные помещения и тому подобное. К тому же они служат хорошей защитой от ветра и сквозняков для более теплолюбивых цветов. Часто гиганты используются для создания живых изгородей, однотонных или разноцветных. В заключении познакомим еще с одним автором. Виктория Зонова – это современная российская писательница, психолог и иллюстратор книг для детей. Читатели говорят, что Виктория – личность талантливая во всем. У нее множество хобби, и призвание увлекательно о них рассказывать буквально заражает остальных своим энтузиазмом. Например, книжная серия о цветах, цветы, лучшие сорта, посадка, уход, фото, не только вдохновляет заняться садоводством, но и дает для этого все необходимые новичкам знания. Например, из книги «Пионы. Лучшие сорта» вы узнаете о 25 лучших сортов пионов для выращивания именно в России – травянистых, древовидных и гибридов. Узнаете особенности каждого вида и сорта. Слово «пион» в переводе с греческого означает «лечебный», «целительный». Считается также, что пион родом из небольшого местечка Пионии в Афракии. Там он растет буквально повсюду, поэтому и назван через место произрастания. В книге представлены китайская, римская, греческие легенды о возникновении пионов. По легенде, пришедшей из греческой мифологии, пион – один из символов долголетия. Жил в Древней Греции талантливый врач Пион, ученик Асклепия, бога Прочевания. Легенда гласит, что пион сумел исцелить бога подземного царства Аида после его схватки с Гераклом. Асклепий, позавидовав дару своего ученика, задумал отравить его. Пион узнал о готовящейся месте и попросил о помощи. А греческие боги в качестве благодарности превратили пиона в прекрасный цветок. Так знаменитый врач сумел спастись от гибели и заслужил имя «пион уклоняющийся». Так пион называют ботаники. Жители Эллады свято верили в его чудодейственные свойства, способность отгонять словно тухов, и поэтому с младенчества вешали детям на шею бусы из кусочков корней пиона. Из книги Виктории Зоновой вы также узнаете хитрости по сохранению букета из пионов и о влиянии оттенка цветов на восприятие. Вы научитесь устранить ошибки при выращивании пионов, бороться с возможными болезнями, а еще научитесь тому, как самостоятельно размножать пионы. В следующей книге Зоновой георгины представлены уже 47 лучших сортов георгин из 8 видов групп. Немфейных, анимоновидных, шаровидных, помпонных, кактусовых, полукактусовых, бахломчатых и декоративных. Читая книгу, вы узнаете особенности каждой. В этой книге также рассказывается легенда о георгинах. В одном саду работал молодой садовник по имени Георгий. Он тайком вынес росток георгина из царского дворца и весной посадил его у дома своей невестой. Это не могло оставаться тайной, и до царя дошли слухи о том, что цветок из его сада теперь рассет за пределами его дворца. Гневу царя не было предела. По его указу садовник Георг был схвачен стражей и посажен в тюрьму, откуда ему не суждено было выйти никогда. А георгина с тех пор стала достоянием всех, кому пришелся по душе этот цветок. В честь садовника и был назван цветок георгина. На самом деле дикие георгины произрастали в горных районах Перу, Мексики и Чили. Корни этих цветов служили пищей для ацтеков кечуа, проживавших в давние времена в тех районах. По одной из версий, более 400 лет назад два испанских путешественника, побывавших в тех краях, захватили с собой на родину корни этого растения. Везли они в Европу корни георгин в качестве растения для пищи, как клубни картофеля. Однако вкус георгин не произвол впечатления на европейцев. А вот сами цветы удивили своей красотой. Поэтому и стали выращиваться георгины в качестве декоративных растений в садах Европы. Настолько же интересными будут книги этого автора про тюльпаны, гортензии, лилии и другие. Цветы дарят нам не только радость, они прибавляют нам здоровье, поднимают настроение, снимают стрессы. Итак, что же нужно знать, чтобы вырастить красивые цветы? Совсем немного. Нужно лишь разобраться, какие почвы и удобрения любят те или иные цветы. Солнечное или затененное место они предпочитают. А дальше только ваша фантазия. Дикое поле, каменистый садик, газон с лазонами по краям. Выбирайте и создавайте красоту своими руками. В этом вам смогут помочь также следующие книги. Продолжение следует...